Добрейшего времени суток, дамы и господа, с вами снова Anak и данное видео будет очередным разбором. Сегодня у нас в меню будет с вами Заря из платины, хай платины около даймонд, около 2900. Ну и данная карта является классической для Зарёй, одной из самых лучших и сильнейших, на которой персонажа действительно можно очень сильно и качественно реализовать, поэтому мотаем на ус и обузим пока можно. В нашей команде мы видим у нас почти идеальный состав, есть Мейнхилл, есть Люсио для нашего ускорения, есть Ханза для нашей Камбы и есть Мэй, который отлично играет по френду и тоже является очень сильным пиком в данной команде. В общем-то состав как будто бы мы прямиком из ОВЛ, только что откинулись, так сказать, с нашими ребятками и собираемся выиграть очередное чемпионство, но уже на матче в платины. Ешку отдали довольно раннюю, я в принципе иногда тоже отдаю Ешку-шифт прямо в респауне, если есть какой-то сильный спам от оппонента. Но заметь, здесь у тебя получилось накопить всего 14%, это довольно мало за 2 бабла, будем объективны, при этом КД 8 секунд мы себе ссадили. То бишь в идеале ты обычно хочешь не выходя с респа, даже знаешь, вот еще и прямо в ворот отдать первую Ешечку, может быть только Ешечку, да, там, либо Ешку-шифт, если это, ну, прям уверенный дэмэдж от Джанкрета, например. Здесь не самый точный бабл, но не критично, ладно, не будем сильно на этом зацикливаться, потому что в принципе можно это сделать в респауне, иногда это приносит хорошие плоды, реально можно к воротам подойти даже с 80. После отдачи двух баблов мы не хотим стоять на мэйне и сильно жрать спам, мы потихонечку должны оттуда от этого левого угла, ожидая по колюсу до скорости, зажимать по кремчику противников бесконтактно с большой дистанцией. Ждем скорость, ждем района, вот наши два дефолта. Скорость пошла, к сожалению, у нас нету баблов в нужный момент, ну, то есть глобально в макро правильнее всего в этой игре было бы вообще засовить баблу под скорость и под стенку, и скорость зайти, потому что у нас идеальная композиция. Я не знаю, какая коммуникация здесь была в войсе в этого коллектива, да, то есть, ну, паблик, рандом, но по логике вещей было бы очень-очень круто, если бы ты под врыв под стенку оставил баблу. Тем не менее, две секунды, некричный зазор, нормальный зазорчик, да, то есть отдал бы баблу сразу респауне, они были уже готовы. На сомбру мы здесь ни в коем случае вообще не отвлекаемся и даже не смотрим, это не наша забота, ты заря, ты номер два в команде, ты фронтовой танк, забегая вот так вперед на скорость, ты должен смотреть вперед, ты должен видеть, куда ты бежишь, кого ты пушишь, разбираться в чем-то на френте. Пока ему в спину, особо пользы не принесут. Произошла расинхара с Ринхардом, к слову, одна из причин, почему ты вышел здесь вперед, да, ты объективно выходишь вперед, а он отходит назад, да, причем ты справа, а он слева. Одна из причин этого, то, что ты смотрел назад. По-хорошему, здесь ты не должен был вообще оградываться, должен был быть со своим Райаном, должен был не отвлекаться, быть с ним единым целым. Ну, по итогу, в принципе, мы даем ему бабл, ешку, ешка вроде бы неплохая, он может с нее подкопиться, сразу 20, но, есть нюанс, наша позиция мне здесь вообще не нравится. У тебя позиция, объективно, очень агрессивная, это раз. При этом заряда нету, это два важных факта. В-третьих, ты сейчас будешь отдавать бабл, ну, потому что заряда нету, на накопку, и после этого оставаться в агрессивной позиции. То есть ее придется, в любом случае, пытаться их-то либо изменить, либо надеяться, что команда подпушит и поможет. В общем, по-хорошему, ты должен, у тебя в голове, что должно быть, какие мысли, накопиться баблами и где-то своевенько постоять. При этом мы играем агрессивно без заряда. Ну, пытаемся выжить без заряда джанка, разумеется, не очень успешно, при этом агрессируем в оппонента и выбегаем очень агрессивно в толпу. Надеюсь, нас не накажут за этот мув, было очень агрессивно. Окей, джанка по итогу даже получается добить, в принципе. Ну, и оппонент просыпется по одному. Команда отыграла хорошо, безусловно, согласен, что пик у вас сильный, да. Наш сам по себе мув был не очень обоснованно агрессивный такой, ну, то есть, выйти за баблик вперед агрессивно можно, но обычно ты хочешь что-то делать не за те баблы, за которые ты копишь заряд. Тем не менее, в этом коллективе это сработало просто из-за идеального пика. Я не знаю, то есть, что оппонента должно было быть пикнуто, чтобы это не сработало. Дальше классический подпуш, хорошо играем за счетом Райана, хорошо подбираем одного тиммейта, за стенку убивает должное Райана тоже по-любому, да. Здесь просто W, я бы здесь воевал по полной, да. Страшно, без ультов, разумеется, с нашей стороны, но Рейнхарт отдает его право, его дело, в принципе, скажу так, уж если какую-то одну ульту отдавать в команде красных, лучше пускай это будет Рейнхарт. Мы хорошо продвинулись, мы были с командой, мы зачистили команду оппонента, мы накопили наш нужный процент ульта, который мы должны были подкопить. Мы имеем 100%, адресируем в военную дамагу, отлично все делаем, все круто. Ну, то есть, придраться вообще не к чему пока что, геймплей за ри, после захвата первого чек-поинта, вообще идеален. Ну, стоим, даем ПКМ, и все верно, на дистанции. Можно, да, шифт на подходе в такой ситуации, я помню, тоже отдал один бабл, да, то есть видно, что по баблам они тоже будут копиться, мы при этом в преимуществе стараемся не спамить их шилды, их бабл, вернее, и сами копимся. Ну, ты решаешь не отдавать, окей, тоже не скрушь ошибка, потому что процент реально бешеный, и да, даже с одной ешки, которую ты точно будешь отдавать, ты докопишь до сотни, я соглашусь. При этом шифт, он дает тебе как бы больше вариативности на поле. Но здесь, скорее всего, просто пока мы не докопили кавитон, от нас не будет какого-то агрессивного супервыпада, разве что будет папская стена. Поэтому, ну, видишь, по итогу ты все равно отдаешь бабл, и вот просто по таймингу скажу тебе, что если бы ты отдал бабл в тот тайминг, который я говорю, когда оппоненты только подходили, и их зарядала ешку, ты бы сейчас уже имел новый бабл у себя, при этом процент заряда был бы условно тот же. Так, получается, ты как бы на 8 секунд себе немножко сдвинул вот этот тайминг баблов, да, и если бы ты этот бабл оставлял уже, то его нужно было оставлять полностью до контакта, потому что сейчас, вот прямо сейчас, может произойти контакт с вашей стороной. Условно, вошлюсь, он нажимает скорость, пошла драка, и ХРХ выходит, дает стан. Ну, то есть какое-то действие вот должно происходить именно в ближайшие секунды боя. И было бы круто бабл тогда не сливать вообще, если ты его хочешь замариновать, да, то есть можно было замариновать, сыграть более аккуратно. Окей, все-таки не произошло какого-то прямо. А сколько контакта? Вот и стенка. Ну, вот мини-зазор, да, видишь, 1 секунда, но этого хватает, да, этого хватает, чтобы ты был без бабла и лег в стан. Не критично вроде как, но по идее моложиться здесь не должно быть ни в коем случае. Фара трейдится. Здесь, кстати, слева вообще вот прямо сейчас очень хороший тайминг, чтобы отдать гравиту. Я бы вообще ничего не ждал, даже если ты думаешь, что у них есть транс, все равно ситуация на поле такова, что экономику потрейдить не помешает. Плюс у оппонента минус Рейнхард у вас огромное давление на френсе. Это очень хороший такой, знаешь, пик. То есть там трейд на фланге где-то там ну, фара в Ханзе, это ерунда. Это нас не особо касается. Главное, что на френсе мы себя чувствуем очень вольготно. И здесь вот грав налево даже в одну Зарю неплохо выглядит. В Зарю Анну, понимаете, в идеале было бы очень круто, на самом деле. Правый фланг трудный, помогает. И вас, видишь, растянули на два тоже вектора. Напонент атакует и слева, и справа. В это просто неудобно пушить, и ты не можешь как бы на ноге зайти и задушить Зарю. Ты понимаешь это. И видишь, в принципе, у тебя тут желание в принципе глобально естественное. Здесь нужно вкинуть гравитон, потому что просто на ноге пройти и запустить оппонента невозможно. Но ты выбираешь неправильно гравитон. Во-первых, только в одного человека это Ханзе. В одну Зарю было бы намного жирнее, намного правильней. Но во-вторых, ты немножко промедлил, потерял момент. Оппонент уже как бы сделал пик еще один. Как ты видишь, да, вошлюсь и уже погиб. Поэтому граф получается уже не таким крутым, как он был бы в Зарю слева на три секунды ранее. Ну, получаем, наверное, буст, но здесь уже РХ оппонента. Есть пик в Заре, хороший фраг. Вот в данную секунду ситуация на поле все равно позитивная. На самом деле, драться здесь можно. Я попытался бы на твом месте впиться в любого скреша. Плюс, да, какой-то целебный. Ваш Райан отлично увозит Райана под нано на контесте и выигрывает файт в Соло. Здесь главное сейчас не умереть. Вот здесь ты должен понимать, не знаю, понимаешь ли, что оппонентов банально много. Ну, то есть вы захватили поинт не победой в драке, а с Синайном. Оппоненты могут дать сдачу, и оппоненты дерутся. И здесь за Бабл, да, очень важно постараться просто остаться вот в этой позиции где-то справа и выжить. Ну, к сожалению, нас додавливают. Это очень неприятно. Немного косяк. Ты вышел очень агрессивно, наловил дамагу. После этого Бабл уже был дойти до аптеки. По-хорошему должен был нежненько оставаться справа, выживать, жить на аптеке, стараться и так далее. Ну, бежим с Риспаном. Команда у нас немножко побитая, но вроде бы Критмасса еще существует. Врайна Бабл очень хочется дать сразу же, да. Ну, просто видим, что его бьют. Накобка нужна, а мы нулевые. Заморозка это хорошо. Помогаем, вбегаем, да. Баблик не спешим отдавать. Отлично отдал Бабл просто идеально. Раз в банку трейднули его. Лучше быть не могло. Бабл Врейна тоже здесь, да. Мы не ждем, я бы не ждал. И неплохой шатр. Ну, РХ не ушла цель в шатре, на самом деле, который нужно было бы бить по-хорошему, он был бы бить Зарю хотя бы. А лучше сквиша 200 хп-шного. Здесь нужно пытаться в этом бою сделать срочно пики, ну, либо в худшем случае копить ультимейт. И копить ультимейт неудобно по цели, которая имеет сниженный урон по себе. И, собственно, убить цель под нано-быстом тоже труднее. По этим аргументам нужно стараться было задолжить максимально Зарю, да, и ты, в принципе, одного челка логи упадет. Драбливаем гравитон. Почти готов процент. Да, на этом попробовал. Я бы нажал shift сразу, не знаю, почему ты не нажал. Я бы сразу нажал, вот точно. Ну, нормально получается по итогу. Очень нужно парочку ПКМов любую цель дать именно четкую. Нет, нет, мы не занимаемся. Ни в коем случае мы никогда не занимаемся трясой на заре по возможности. Абсолютно бесполезная трата времени, патронов, перезарядок и так далее. Очень трудно убить трясу на заре. Это прямой контрпик. Работаем по любым целям на френте. Даже не оглядываемся. Нет смысла. Вся команда живая, тряса не опасность. Любого саппорта в бэке должны там подсейвить хильчиком, кто-нибудь развернется на трясу, даст ей ПКМчик и так далее. Это не наша работа. Ложимся в шаттер. Ну как ложимся? Пытаемся в шаттер. Не получается. Баббл отлично заходит. Ложимся в слип. Баббл второй выходит тоже очень крутой. Даже пытаемся закрыть саппортов. Но у оппонента экономически вкинуто два ультимейта. У нас пока ноль. Файт трудный. Трудный. В этом бою я бы, говорит, он откровенно не отдавал. Но здесь работает правило тяжелого ультимейта. Любой тяжелый ультимейт, как известно, не отдается в рискованной ситуации. Ну, тем более с одним хп, да. Поэтому просто с Кэмсю вайпаемся. Да, очень поздние были пики от Рейнхарда. Да, они были. Но даже бы, вот, будь ты фулл хп в этой ситуации на самом деле, Зарёк, где я запаузил секунду назад, да, я бы граф не отдавал. Даже если бы ты не умирал. Даже с фулл хп все равно с потерями там двух-трех тиммейтов сдавать гравик просто бессмысленно. Это слишком большой риск. Время есть. Три минуты. Можно закомбить с заморозкой в идеале, да. Вот здесь вот, то есть, вот сейчас, пока добежусь из спы, я бы задумался о том, что, с чем закомбить можно гравитон. Гравитон у льда, который хорошо комбится. Здесь я бы задумался про комбу с заморозкой точно. Ну, по какой причине? Потому что у оппонента есть занята, и здесь мы не можем точно знать досконально, есть ли у него транс. Видим, что процент большой. Если вспомнить, когда он трансовал, ну, реально, это было давновато, позапрошлый файт. То есть, в этом бою, по всем аргументам, он занят и уже в теории может быть даже транс. Если вдруг он очень хорошо работал по целям. Поэтому здесь я бы не спешил, я бы ждал комбу. Ну, второй вариант, то дать гравитон в трейд, просто в транс, но этот трейд не очень-то выгодный для нас самих. Мы, понятно, не вайдем. Ну, отдаем по итогу граф Соло Зарю. Ее прикрывает еще Ренхард Шелдом. Еще идет транс. Ситуация в плане наших культов вообще плащевная максимально. Почему? Потому что мы отдали нано-гравитон. Внимание, два ультимейта, которые были прикрыты одним трансом по итогу. Из плюсов наш Макри сделает шикарный крапец. Если он выживет, то это будет все еще в веннабол. Он выживает. И Райан... А, Райан офигенно ошибается. Мы просто его доедаем. Отличный подарок. Жалко, ты не успел дать ешечку в Ренхарда. Вот здесь немножко твой провал. Если бы на реакции нажал ешку в Райана, то цены бы тебе не было. Все было бы круто. Но теряем тиммейта, тем не менее. Пики бешеные. Работаем по любым целям. Бабу хорош в куче стать. И, конечно же, даже можно по трейдам поставляться, выходить на него. Отлично. Слушай, ну последний файд разыгран на самом деле не очень правильно с точки зрения логики, но сработало, да, видишь. Но Гравитон был потрейджен плохо. Почему Камбу не стали ждать, не очень понимаю. 15% у Мэй копится довольно быстро. С таким пиком надо было подождать, конечно. Ну просто заморозка плюс Гравитон пробивают спокойно транс. Ренхард кого-то увезет. Просто дэмэдж можно настоящую цель афк дать миллион, да, за секунду. И так далее. Давайте переходить к обороне. Совершенно верно. Вначале закидываем либо через верх, либо через щелочки, либо просто навесом по КВМчикам, дистанции с нулем. Это наша крупица ультимейта, которые, ну, бесплатные. Поэтому мы их даем. Под эту стенку Мэй мы никогда не думаем, что мы будем играть суперагрессивно против дабл шоуда. То бишь, данная стенка хоть и является неплохой, да, условной, но эта Ариса скорее всего выживет. Поэтому я бы не бежал в нее с концами. Ну, кстати, банка залетела очень крутая. Если бы не банка Анны, да, то есть стоит понимать, против дабл шоуда вообще убить Арису под голдой довольно тяжело, даже если она отрезана стенкой Мэй. Мы вбегаем, видишь, чуть не погибаем. Почему я хотел сказать, что это... Ну, здесь не стоит на самом деле или вбегать прям суперагрессивно безбашенно, потому что это бы, наверное, рискованно, в такую маленькую щель, которую оставляет Мэй на Мэйне, влетает весь спам и весь дамаг. Поэтому если даже вбегать, то в идеале стараться задолжить такой узкий проход, через который летит весь спам. Его очень много. Нужно отойти назад, на самом деле. Ну, хотя команда, вижу, хочет держать в упоре. В принципе, у оппонента хоть танки и медленные, но у них есть быстрые ДПСы. Они могут пройти куда-то в спину, могут вас развести, размотать. Ну, в идеале стоит на поинте, ну, если команда стоит здесь, разумеется, мы тоже стрим с командой. То есть здесь мы отыгываем просто от команды строго. Ну, и СРХ пошел отоптать оппонента за ворота. Это его дело, это его право, да. То есть ошибется, ошибется. Нет, так нет. Ну, главное только вот здесь я бы не вылазил за ворота глубоко самому, на твоем месте. То есть ты сам должен контролировать себя. Главное себя. Сильно глубоко не лезем, к вам в этом подходим. Окей, all right. Это еще позволяет. Ну, ждем стенку. Сценка сработала первая. Видимо, поэтому команда играет агрессивно, пытается повторить успех. В принципе, оппонент все тут топчутся на месте. То есть ничего не продвигается, не может ничего сделать, пока нас все устраивает. Очень круто иметь шифты на стяжку Алиса, кстати, добавлю, да. Данный шифт в эту секунду является экономически очень правильным. И, к слову, в данную секунду произошло то, чего я боялся. То есть из-за того, что вы стоите в упоре вот так вот растянутой и постоянно агрессируете на мейне, занимаете сами себя, да, и полкоманды уделяет внимание именно фронту, ваш бэклайн остается в не самой лучшей позиции под атакой оппонента. И вот рано или поздно может произойти что-то из серии Триса прошла в спину, убила Ану, и хила больше нет. Морайон, разумеется, без хила плавится очень сильно, умирает в секунду. Нам нужна просто эвакуация. Я бы здесь отходил в тоннель назад, не умирал бы с Зарей. Почему? Потому что у нас 100% заряд, и Заря это, наверное, ну, исключение персонажа справил. Будь я любым другим танком, я бы здесь, наверное, даже... Ну, хотя нет, нет. На самом деле здесь отойти нужно любым танкам, просто потому, что у нас чистые две потери, и драка 4 в 6, она хоть и выиграет чуть времени, но мы нафидим очень много оппоненту, а потеряем... Накопим сами крупицы. Просто потому, что драка, ну, с сильным преимуществом. 4 в 6. 3 в 6. Мэй пошел контестить. Ну, вот могу ее понять. Да, Мэй реально долго прожит на поинте, но мы ее... Я бы здесь ее оставил точно на том месте, я бы не шел отдаваться за нее ни в коем случае. Я пытался бы отойти. Хороший пик в отресе, просто бэк. Баблик в Мэй, если можно, вот по возможности, да. Вот за нее умирать, ну, очень не хочется, честно, очень не хочется умирать за Мэй. Просто бэк. У нас 100% заря, это очень тяжелый и дористочник. Граф не очень понял. То есть, с точки зрения даже, вот, логики, если ты убиваешь здесь Сигму, за этот Гравитон, во-первых, это дорого. Ты всего лишь одного чела убиваешь. У оппонента при этом куча экономики. Просто по логике вещей, даже если вдруг вы его убили, проходите в ворота, вы все еще в меньшинстве, я только что-то потерял двух тиммейтов перед собой, прям вот секунду-две назад они будут не в бою. И у оппонента точно есть какие-то ульты. Ну, то есть, даже не знаю там, что у них есть транс, нано, но у них какие-то ульты есть. Они любую одну ульту дают и Флограф уходит в мусорку. Ну, по идее, так. Ждем. Забегаем. Мы даем нано, они дают транс. Мы делаем два пика. Еще и три сады с каким-то чудом. Есть два врага. Мы даем еще и басы, мы даем еще стан. Ну, мы отдали литерально все, что у нас было. Мы отдали по итогу, ну, реально, все ультимейты, не считая заморозе, который будет на следующий файт. Оппонент по итогу решил, ну, как бы, он не то, что решил экономить, Сигма у них сдох, да, две ульты, они прожали, что было. Оппоненты, то есть, как бы докидывали ульты, но ваша экономика оказалась банально намного жирнее. Но, я бы, на самом деле, в этой ситуации игра, в принципе, бы не сдавал. По идее, поинт должен был быть врага и, по идее, любой там какой-то один-два ульта могли в теории прерывать вашу вот эту цепочку попыток. То есть, что я хочу сказать, попытка контестить чекпоинт в меньшинстве только с помощью ультимейтов, ну, а вы рассчитывали только на ульты, она может быть очень легко нарушена вот каким-то одним таймингом, да. Кто-то с респа бежит, кто-то один, допустим, вот нано-буст. Не хватило бы нано-буста, была бы ста совсем другая, да. Оппонент вкидывает нано-транс, у них все выживают, тем не менее, это вообще глобально с точки зрения дефа хорошо, потому что таймер капает. Слушай, очень красиво, подходим, я бы в ворота не подходил на твои месте вообще. Ты эту сотню получишь в любом случае, когда оппоненты начнут пушить. Зачем рисковать, подвергать себя рискам, подходить вперед, ну, мало ли, Генжи дэшница нажмет нож на тебя, порежет, ну, то есть, рискован. Так, пошел трудный файт, который очень трудно пережить. На этот раз оппонент вызывает кнопки. Генжи, слышно, там, кажется, погиб. Сигму хоть никуда, но оппоненты дарят этот бой абсолютно. Должны были, разумеется, его забирать. Вам драться просто нечем, но одна заморозка, оказывается, перевесила три ультимейта только что в этом бою. Кажется, бабушка затащила слепом, но это не точно. Мы слышали только звук спящего самурая. Ну, мы делаем все правильно, мы стоим юнитом боевым на фронте, мы выживаем, раз нам дают жизнь, раз нас никто не добивает, мы живем, раз Генжи спит, фармим новый ультимейт, докапливаем граф, у нас очень быстрый гравитон и одна минута на таймере. Ждем заход от оппонента. Безусловно, здесь в этом бою мы хотим загреть он точно, потому что одна минута на таймере у оппонента только что было отдано три ультимейта огромная экономика, значит, у них осталось не так уж и много, поэтому гравитон здесь будет сдан либо в худшем случае в торговле, скорее всего, да, либо даже, может быть, вайпнет оппоненту. Так, Натриса отдала мину, бабул шикарный на реакции, круто, я бы играл внузать. Натриса нормально, нормальный граф, хороший граф, Ренхарда запакуют, разумеется, во шрайн, плюс Триса тоже погибает, плюс закрыли нано, ну, все шикарно делает игрок, я не знаю, что добавить. Сдали граф, должны были задать граф, сдали граф, граф двоих, план минимум выполнен, команда оппонента вайпает. Мы в шоколаде, мы отдаем эстафету фарма тиммейтам. Здесь бы покидал по кремщике наверх, на самом деле, через верх, если у тебя глазомер хорошо наметан, то здесь они очень классно, на Кингстрол долбят прямо вот по всему коридору от испада этих ворот, можно накопить 20% фульты, если у тебя имеется заряд 70+, у тебя заряд очень жирный, здесь я по-любому покидал шарики наверх, по-любому. Ну, так прямо меньше шанс, меньше эффективность, сам понимаешь, да, оппонент в респауне. Отдали оба бабла, играем осторожно, сильно не лезем, по кремщике, у кремщики, да, вот по танку можно у кремщик дать, и по крему ворота. Все правильно, все круто, облизываем угол, погибает Мэй, оппонент будет наваливаться, здесь бы я не отдавал шифт, отдал бы ешку в Райна, шифт бы немножко припас, ну, заряда у нас полно, зачем отдавать шифт, когда можно на него поработать будет, да. Ну, здесь я бы уже, да, я бы даже, в основном, пушнул на левом том месте, ну, транс блокирует шаттер, очевидно, справа никого не убить, слева есть маленький шанс, что Зен не среагирует, и Макри не укатится под него, может быть, Макри умирает, подшип, запушит лево, нормальный план, да, правильное решение, Макри укатывается верно, ничего там страшного нету, так и должно было произойти, лучше эту ситуацию не разыграть, да, то есть, стоит понимать, что оппонент очень классно вкинул транс, ваши басы сверху, к сожалению, происходят, ну, по таймингу неплохому, но всего в четверых, то есть, басы, что они делают, они сохраняют состояние команды, если команда изначально была в минус 2, какой она окажется по итогу басов, правильно, скорее всего, будет минус 2, но если разумеется, вы никого не убьете, но убить было очень трудно, да, просто басы на отходняк, на ТП, кастрюлю еще очень больно, выжила же минус 2, да, то есть, а ты при этом даже выходишь вперед, еще ловишь табулом пол хп, и подкапливаешь заряд этим шифтом, ну, очень агрессивный шифт, по-хорошему, здесь шифт должен был отдаваться, либо на обход вправо в бэк, к оппоненту, через отель пройти, кого-то попытаться убить в спине, либо на отход налево, вот Райан пошел на поинт, да, это его задача, ему ешку дать, это план правильный, крутой, он должен контестить, мы здесь, прямо вот отдаваться на поинт, ну, не особо-то хотим, то есть, стоит понимать, что контест поинта, это важный, танки должны это делать, но, посмотри на наше хп, просто даже, мы не контестили поинт, и вот наше хп, то есть, какие шансы, что мы дошли бы, в принципе, до поинта, ну, дошли бы вот в таком состоянии, вот мы зашли, вот прошли назад, оказались бы в поинте с 34 хп, кому от этого лучше, никому, мы бы сразу лопнули и умерли, заморозку мои вкидывает, очень отчаянно, но вертайминг, ну да, то есть, попытка зацепиться, знаешь, за жизнь, в принципе, оппонент, там вот какой-то хайнунчик, кинул, стана дал, нормально, то есть, не критично, время отличное, мы докопили новый гравитон, перезашли, вот классно перезашли, по таймингу, опять же, хорошему, очень круто, буквально, вот чуть ли не последним номером, последним номером, стопроцентная заря, зашла, поригенила, покопила, продлила контест поинта, отлично, великолепно, так и переграв, у нас все хорошо, оппоненты послевали экономику, тоже на захвате, и шикарное время, выходим в новый бой, ищем команду, пытаемся собраться, кричим, voice guys, go back, vinyturi group, please don't die, обычно после этих слов, кто-то умирает, в эту же секунду, ну да, бабу могу понять, пока в ли он существе, стоим некритично, нормально, попытались поймать ежечку, там что-то еще, не поймали, бывает, да, ждем, группа Абхир, вот, слушай, дружище, ты из тех самых, кому Винхард это говорит, группа Абхир, мы отдали шифт, и почему-то стоим на мэне, ловим головой, а зачем, просто простой вопрос, а зачем, ну то есть непонятно, не очень понимаю данных действий, ладно, ладно бы ты был шифтом, типа, да, я бы понял, байтишь, там хочешь поймать дамагу, но просто так, так, перед Гравитоном стоит задуматься на пике нашей команды, нажать тапчик, увидишь, что у нас нет ульты Ханза, нету заморозки, поэтому да, в этом бою граф отдаем вольно, и отдавать мы его, разумеется, хотим, здесь придется его трейдить, ну, вообще идеальный расклад для нас, если бы мы заюзали нано-шаттер, и выбили из него Гравитон таким образом, а потом бы дали граф, но вероятность того, что мы переживем нано-шаттер, на самом деле, не стопроцентная, да, имеется ввиду, здесь можно не спешить с Гравом, но заюзать его в этом бою хотелось бы, окей, оппонент начинает с Гравом, и отдаем граф в ответ, нормально, заходим в бой, сразу ловим Гравитон, желание дать граф в ответ, здесь работает не очень хорошо, на самом деле, глобально, с точки зрения дуэли Зарь, потому что вообще по дефолту, на Кингсрол, если оппонент из Ханза, у тебя есть Ханза, нужно сдавать всегда комбу, ну, либо если какая-то комба другая, неважно, то есть оппонент сдает комбу, вы пытаетесь как бы сдать комбу, глобально, в рамках игры, и если оппонент из Адграф первым, тот, кто из Адграф первым, обычно выигрывает всегда, есть такой дефолт, что если ты играешь Кингсрол, у тебя есть комба, у них есть комба, и ты об этом знаешь, что та Заря, которая вкидывает Гравитон первая, обычно выигрывает файт, ну, при условии, что комба, оппонент там вайпает условно, да, нету какого-то прям жесткого сейва транса, и так далее, вообще, то есть инициативность комбинации Заря Ханза определяется тем, кто вкинул первый, поэтому вкидывать в ответ можно в ту же секунду Гравитон, можно он только в одном случае, если у тебя четко есть заведомо, ты знаешь, что у тебя есть комба, потому что у оппонента комба, скорее всего, есть, но это нужно предполагать, даже если ее нет, на самом деле, вот ты не знаешь, есть у них комба, здесь Гравитон все-таки жать не стоило, потому что без вашей комбы вы точно умираете от их комбы, и при этом вы не факт, что даже форсите, используете оппонента какие-то ультимейты, потому что вы умрете, а тебе нужно хотя бы из них выбить граф, если бы у вас была комба, и у них комба, и вы нажали бы одновременно, это было бы winnable, если бы и у вас комба была, и у них была комба, и они нажимают первые, а ты уже после этого даешь граф через какое-то время, это почти всегда автоуз, вот, в общем, отвечать на Гравитон Зари, Гравитон Зари не всегда хорошо, зачастую это даже плохо, смотрим, что получается, ну, мы, кстати, каким-то образом выживаем от комбы оппонента, ну, показалось, что выживаем от комбы, по итогу умерли все равно, зафорсив оппонента отдать транс, то есть, размены в любом случае получились не в нашу пользу, нас продамажили, мы сразу начали отступать, видишь, они пушить оппонента, получилось, что ты вкинул Гравитон, и он как бы не исполняет свою основную функцию, он получил дефенсив Гравитоном, да, таким ответным Гравитоном, а Гравитон это ульта, агрессор, она должна вайпать команду противника, должна пытаться вайпать, должна форсить оппонента и использовать какие-то ультимейты, если ты заметишь, что в этом бою оппонент даже транс отдавал не на Гравик твой, а на стан Ленхарда вашего, то бишь, твой Гравитон получился откровенно бесполезен в такой ситуации, ну, плюс еще добавляем до сверху, то, что мы рассинхридили, скорее всего, с нашим ДПС, который может с нами закомбить, когда мы сдаем Гравик именно вот так вот без него, но согласен, то, что в этом бою, возможно, были бы варианты сдать Гравитон без ДД, это было бы не так критично, но не в ситуации, когда именно оппонент уже первый сделал шаг и именно этот шаг это Гравик. Alright, выходим в новый файт, накопили хороший заряд в щелочку, отлично, Райаннику, да, дефолтные бабы, ничего особенного, я бы работал по фронту строго с этим зарядом и поместем, строго фронт, дамагу в Райан, дамагу в залежку, отлично, баба у Райану, под него пуш, без шифта пока, ну, здесь даже шифт можно было не отдавать, откровенно, можно было еще похолодить и вот сейчас вот его отдать, то есть вот сейчас перед Райаном можно было бы выйти на шифте, да, чувствуешь, немножко как бы твой Райан так собрал весь фокус, он был под нано и они и так убегали, они боялись, то есть в тебя бы много дэмэджа не влетело, но в худшем случае Ханза бы дал тебе башку на 200 дэмэджа, там без заряда ты бы его так же убил. Окей, ладно, некритичный вау, ну, мини-момент, есть граф, видим, что у Ханза готова комба, ну, просто помолимся, чтобы оппонент не сдал, говорит он первым, мы не знаем, сколько урожской зари, можем только предполагать, так только ты увидишь в данном бою ситуацию на 2 плюс человека, я бы нажимал на 2 мистику, ну, это все равно так, окно, я бы кинул в окно сразу же граф моментально, даже не думая, да, отличный получился граф, пытаемся сломать лампу, Райан убивает лампу, а оппонент нажимает транс, закономерность, у них есть транс, мы ничего не поделаем, это очень хороший ответ на ульта, правда, Зен здесь король, у нас в команде есть Аннушка назад, мы потратили, по сути, на самом деле, 2 ульта в 2 ульта, из-за того, что Батист начал, мы отдали граф драконов, и ульту Батиста и Зенят, ну, не так плохо, на самом деле, не так плохо, Райан ошибается, шаттером у нас минус 1, нет, куда вперед, а куда вперед, дружище, минус 1, баба в кд вообще, куда мы выступаем, я не вообще понял, за что мы получаем дэмэдж, нам нужно пытаться было убегать, еще или все, басыки-то невнятные дает, я не знаю, почему ли сюда долбасы, я не знаю, почему ты пошел вперед, такое ощущение, что в команде кто-то заорал, вперед, вот это вот, Джерони Мо, и в пятером выкинулись на шестерых, то есть, не знаю, может план был прожать басы подбитого Райана и подзарю без баба, и не вижу прочего аргумента, чтобы так заходить, на самом деле, кроме какого-то войс, войсского тиммейта, да, выходит на контест на хомяке, нормальный план, но оппонент очень хорошо переграл вас, только с помощью экономики, заметь, весь раунд они пушили, они не могли зайти на первый поинт, а потом после первого поинта они проехались по вам, чисто наличием дзиньяты и его трансами, по сравнению с вашими басами, то есть, басы в никуда были все, трансы были хорошие все, так, передвигаемся в оборону, и занимаем какую-то, не знаю, какую-то позицию думфиста, зачем-то, пытаемся спамять ПКМы в выход, хотя это можно было справа сделать снизу, с земли, в принципе, это не проблема, там все простреливается, да, отходим назад, ищем варианты для баблов, Райан, очень битый, стенка здесь не опирается, ну, не убивается оппонент, я не знаю, куда он едет на одном хп, ладно, он въезжает, вообще безумный, Райан, только что был один хп, ему дали банку, он сразу нажимает shift, прифарем, просто безумие, команда играет супер агрессивно, окей, оппоненты все еще напарываются на стену, все еще погибаются стены мэй, спустя 20 минут кинг-сроу, ну, такое тоже бывает, надо пользоваться, почему бы и нет, очень агрессивный, желательно кушать меньше, то бишь, вышел на мэй, там где все приспалкивается, нажми shift, подожди, сразу иди, зачем ждать дамагу, а потом уходить, такое, неприятно, падает мэй, сразу бэк, сразу бэк надо, я не знаю, почему мы бежим вперед опять, я просто не понимаю, какие-то, ось, кого от какого-то безумца в этой команде, кто вообще что-то, ну, короче, кто вообще бесстрашный, просто бесстрашный, ну, все, нам отсюда не выйти, да, копим заряд, умираем, убиваем, сквишей пытаемся каких-то убить, кого можем, дуэль, дуэль убых, там, ну, что могли то сделали, честно, я не очень понимаю движение тебя и движение вашей команды, либо ты сам принимаешь решение пушить вперед с минус одним, когда, ну, то есть, сдохла мэй, что хочется сделать, отойти хочется, отойти, она мертва, ничем не помочь, она, стенка там уже не дает никого плюс, у вас минус один чувак, под такую стенку ты не можешь запушить, в меньшинстве никак, ну, при этом мы наваливаемся, ну, конечно, решение уважаемое, да, там, нет, так, я же, конечно, что-то дали, все, стоим за поворотом, не лезем никуда, пытаемся выжить, это поминки, скорее всего, нано Люсио экспериментальный, Райан и Достан в никуда, ваша команда делает что-то безумное, я не успеваю за темпом, и я не понимаю вообще, что они делают, но они что-то делают, они умирают, убегай, убегай, просто беги, ПКМ и вверх, ПКМ и вверх, под себя просто вверх, наледи мышку вверх и ПКМ, ПКМ, через крышу ПКМ, хоть куда-нибудь тебе добить 15%, да почему ты стоишь просто так, АФК, дай ПКМ и куда-нибудь, ну, пожалуйста, они бесплатные, ну, вверх над собой просто, да, вот, хоть сюда, хоть по мейну, хоть куда-нибудь, срочно добить граф, нужно срочно, к приходу Рейнхарда тебе уже очень нужен гравитон, потому что Заря, который первый вкидывает гравитон, выигрывает тимфайт, ты же знаешь об этом, я же уже говорил про этот дефолт, быстренько, быстренько, W, минус один, это шикарный пик, open frag, вариантов нет, оппонента выиграть никаких, наваливай, вот сейчас нужно наваливаться, вот когда нужно наваливаться безумным, они стоят, вот когда нужно стоять, они наваливаются, ну, что происходит, окей, ну, граф на граф одновременно, еще даем официально, отлично, ПКМ направо, транс оппонента, басы у нас, наконец-то, не такие плохие, басы получились, не было дракона врага, и все, переходим к атаке, друзья мои, атаки, овертайма, 2.48, тайминг отличный, телега дехала не так уж далеко, это более чем вина был катка, баба в проходе, я бы тоже отдал добаву, не знаю, почему райан пошел направо, как пьяный, стенка пошла, под стеночку работаем, но не суперагрессивно, да, райан заезжает, ну вот, ваш рха, вот я не знаю, что в дефе, что в атаке, он рассчитывает, что у оппонента не работает шифт, любой рейнхард из рейтинга 3 500+, будет ловить вашего райана и просто его насиловать за такие въезды, что в дефе, что здесь, то есть, ну это же легко, закрывается просто контр-шифтом, и все, вражский райан просто предпочитает, видимо, немножко покататься, поэтому дает вам шанс, окей, падает Ханза, сразу бэк, сразу бэк, хочется назад, хочется отойти, ну куда мы бежим, я не знаю, вот мне кажется, через 5 секунд мы увидим избиение, ну такое просто мнение, такое возникло, такое мнение, что оппонент должен быть дабл и просто вас убить, да, что-то копим из ультимейта, то есть 50% выграу накопили, ну закономерный исход, почему мы не садим свою жизнь, ошибка, точно ошибка, вот гарантированная ошибка, то есть, в момент смерти одного тиммейта в голове должен быть щелчок, переключатель, опа, мы в меньшинстве, нас сейчас будут убивать, мы не хотим умирать, мы заряд со 100% зарядом, мы копим, миллион дэмэджа в секунду, миллион гравиков в секунду, нам хочется жить, бегать в руку в статую, отступать назад, за шифт, повытаться выйти на мейн, окей, хорошая копка, там окно, просто ждем, вообще никто не высовывается, все сидят, чилибосим, кайфуем, ну бабушка нет, она хочет агрессировать, ладно, пускай подождем, а ну с респа, это не проблема, мы же не спешим еще полпреминуты времени, ну, аккуратненько, пкмщики, под шифтик, только они, да, нежно, нежно, супер нежно, я бы даже вышел налево, на самом деле, то есть, ну отдали шифт, стоять за колонной, смысла нет, вышел бы налево, покидал бы пкм, отсюда ни черта не видно вообще, как, в кого кидать пкм, непонятно, очень нужны пкм, и очень нужно копиться, мы не копимся, шифта нету, мы подставляемся, плохо, вот, то, что не вышел отсюда налево, вот из-за этого, оказывается ситуация, где, приходится, там, ловить дамагу, банку тратить, уходить куда-то налево-направо, ныкаться, мансить, пытаться выжить, ну, неприятно, согласись, стенку дали, стенка более-менее, кстати, неплохая, дали на Нана Райна, но ему хочется только Ешку выдасть и пожелать удачи, Ешку выдасть и пожелать удачи, удачи, мы уже пожелали ему, где же Ешка, вот и Ешка, окей, слегка запоздалая, но в целом, поинт занят, но оппонент сможет репушнуть, не знаю, Ешка равная, то есть у оппонента сейчас будет какой-то ульт, по идее, ну, потому что за Нана вы просто что сделали? Вы за Нана прогулялись по Кингс Роу, ой да, вот идут ульты оппонента, басы, колесо, джанк пал, ну, размен неплохий, копимся на франции, уложимся, ну, относительно закономерно, но нормально, здесь не скажу, что это какой-то косяк, погибаем, оппонент выигрывает, оппонента дал много, ну, будем, как бы, да, тоже откровенно, дракон, колесо, там, вот это вот, транс, граф, ну, хорошо, у нас комбо, у нас все нормально, в этом бою мы не могли использоваться, мы готовы в этом бою, который сейчас будет, грядущим, плюс мы достоверно знаем, что оппонента дал транс, о чем это говорит, любое количество пойманных оппонентов в гравитон, это трупы, поэтому нужно постараться сделать гравитон как можно жирнее, но есть нюанс, у мэй 95, нужно секундочку почилить, а после этого я бы вообще побежал в отель налево и дал бы граф просто в рандомный баг, ну, туда-куда-то, все, мэй готова, ищем граф срочно, вот я бы сейчас метнулся налево через отель и просто выкинул его в спину и гравитон, ну, ждем граф, нормально по итогу граф, из математических, кстати, дефолтов, сначала должен идти граф, потом заморозка вообще, ну, потому что от заморозки оппонент начинает убегать и их труднее стянуть, поэтому, да, когда мы отдаем заморозку, мы обязаны просто в ту же секунду кликать кью, иначе вообще никого не поймаем, хороший граф, нормальный, двоих танков поймали, разоплотнили, это покойники, и доедаем все, что видим сзади, уже здесь можно и трясу покушать, нужно ротвал, окей, 19 секунд, из минусов мы выходим на овертаймы, очень важные, без ультимейтов, мы очень долго заходили на первопоинт, очень долго вайпались на нем, и по этой причине у нас нету, ну, почти ничего, чем драться, оппонент, как видим, и так, имеет два ульта, а на подходе еще два, ну, тут верим, тут нет смысла пробегать куда-то стены вперед, мы немножко вышли, подкопились, покидали покремщики, попытались застену с моей, да, то есть не получилось, оппонент знает, оппонент ждет, группируется, ну, ждем, ждем, в любом случае, разыгровка должна быть от стены, у нас просто нечем разыгровать, поэтому только молимся на хорошую сцену, бабу, стараемся осторожно в этом бою отдать, это последний файт, то есть желательно уж на контакте, не спеша, пошел дракон, с очень странной движением дракони, то есть вопрос только один, почему ты не отошел просто налево в комнату, вот у меня, у меня было одно желание, из комнаты можно выйти, району помочь, баблик накинулась, да, почему с телеги именно назад, когда ты на дракон справа лети, нужно отрезать от района, ты его даже не видишь, дамагу получаешь, странно, окей, одна в льда позади, минус два, ну, уже очень-очень будет трудно, но район получает нано, но в овертайме это шанс, мы в свою очередь здесь должны дожить до бабла и забаблить района как основная цель, основная наша миссия, вот это мы обязаны это попытаться сделать, вторая миссия, дамага в оппонента, просто дамага, совершенно верно, дамага, дамага к новой желанию, бабла в району очень хочется, да, дать, жалко только, вот мы сами легли, вот, ну, здесь трудно было прочитать ста на оппонента, да, немножко вышли вперед, сзади легли, да, но там, да, ты скажешь, все равно лег, потому что Ренхард зашел назад, это какое-то причинение, прям очень глубоко, да, это будет поражение, отчасти закономерное, на вертайме оппонента была очень сильная экономика, здесь очень трудно было выжать от дракона окна, то есть, попытались кем-то чудом, ну, на набуста не хватило, что можно пожелать в данной заре, я отметил, в принципе, по ходу демки, что кое-где в некоторых местах, я бы бабу отдавал слегка по-другому, в целом, игрок отдает их более-менее неплохо, да, заряд у нас смеется, мы бегаем по правильным позициям, все делаем круто, в рамках макроигры, ну, вот, мини-мини такой момент, что с бабликами, да, где-то я отдавал бы их больше, наверное, в какой-то степени, и раньше, нежели ты, а вот второй момент, который мне куда больше не понравился, все-таки, который, наверное, покрупнее, это все-таки оверэкстенды, не очень понятные, и хоть они в этой демке сработали местами, да, но мы используем Зарю как-то слишком агрессивно, да, то есть слишком им-хо, Заря это персонаж, который очень важен в команде, которого очень трудно набилдить до того состояния, в котором она бывает, стопроцентная Заря, бегающая, все выжигающая, это ценный юнит, один из самых ценных в игре, без преувеличений, его нельзя ни в коем случае поставлять терять, скажем так, рисковать им, вот, он тоже умирает, да, его тоже иногда убивают, и приходится погибать иногда за кого-то, но желательно делать это в последней очереди, желательно тянуть до последнего, максимально жить, копиться, не рисковать за бабу, не лезть вперед за бабу одновременно и подкопиться, и подамажить оппонента, либо то, либо то, обычная игра простая, ну и третий момент, наверное, который можно, на который обратить внимание чуть больше, это все-таки, да, гравы, у нас было пару моментов, где грав, вот, его нужно воспринимать, знаешь, как вот ультимейт, который хотелось бы, чтобы вайпал оппонента, и хотелось бы, Чтобы инициировал файт Если ты одну из этих функций как бы выполняешь И зачастую он будет неплохим этот гравитон Плохо, когда он уходит в трейд, конечно Плохо, когда он получается откровенно плохим ультоном В одного кого-то, да, персонажа, но бывает В любом случае за этим нужно следить, пытаться свести к минимуму Не все гравитоны будут там шестерых и так далее В целом, гравы были глобально неплохие Но пару гравитонов этой катки точно можно было не сдавать Либо сделать лучше Что ж, дамы и господа, с вами был Анек И вот такой разбор получился на зарю из хайплата Надеюсь, вам понравилось, ставьте лайк этому видосику И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны До скорого, пока-пока